Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раймбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Грандиозное преображение. 32 социальных объекта будут отремонтированы в Раймбекском районе. Расширяя границы. Более 8 тысяч гектаров орошаемых земель появилось после восстановительных работ в Большом Алматинском канале. И еще доступнее. Жилстрой Сбербанк приступил к реализации нового пилотного проекта по приобретению жилья. Спрос рождает предложение. Квартирный вопрос является одной из актуальных тем региона. В Алматинской области в очереди на жилье стоят более 50 тысяч человек. В текущем году по инициативе президента страны Касымжо Марта Тукаева, Жилстрой Сбербанк приступил к разработке нового направления программы Нордлежир. Пилотный проект уже вызвал интерес у многих граждан. Какие условия предлагает новая жилищная программа, узнавала Гульмира Тимиргалиева. Пилотный проект жилищной программы 5-10-20 находится на стадии рассмотрения. По предварительным ее условиям, жилье можно приобрести как в новых домах по программе Нордлежир, так и у частных застройщиков. Главная привлекательность – условия кредитования. Ставка по кредиту составит 5% годовых. Первоначальный взнос – от 10%, а срок погашения – до 20 лет. Участники проекта – очередники на жилье. Еще одно требование – наличие счета с накоплениями. Учтена и ценовая политика. Максимальная стоимость жилья предусматривается в Алматинской области до 12 миллионов тенге, в пригородных зонах – до 18 миллионов тенге. Стоимость одного квадратного метра в Алматинской области рассматривается до 160 тысяч тенге, в пригородных зонах города Алматы – до 200 тысяч тенге. На базе жилстрой Сбербанка будет создан отбасы банк с функцией учета и распределения жилья по принципу одного окна. Планируется передача банку базы данных очередников акиматами. Разработана и лестница доступности жилья для определенных категорий населения. Лицам с доходами до одного прожиточного минимума аренды с последующим выкупом, лицам, чьи доходы в рамках двух прожиточных минимума программы Баха Тотбаса для многодетных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченной возможностью, и для неполных семей. Для лиц, состоящих в очереди и с прожиточным минимумом одного члена семьи от 3,1 прожиточного минимума, предусматривается программа 5-10-20. Для удобства клиентов в семи районах Алматинской области действуют консультационные центры, оказывающие спектр офлайн и онлайн услуг. Находясь дома или на работе, граждане могут получить информацию или помощь в открытии счета через онлайн-банкинг. В консультационном центре мне дали хорошую информацию о новой программе. У меня есть родственники, которые тоже заинтересовались этой программой и надеются, что в будущем получат квартиру благодаря этой программе. За короткий срок новость о пилотном проекте 5-10-20 заинтересовала многих жителей. Из-за карантина мы ведем работу больше в онлайн-режиме. Многие пишут нам на наши страницы в социальных сетях, задают интересующие их вопросы. В основном узнают, как получить жилье, сколько времени нужно собирать деньги и так далее. Алматинская область – лидер по объемам индивидуального жилищного строительства. Продолжается реализация жилищных программ 7-20-25, Баха-Тот-Басы и Аскери-Баспана. Новый проект 5-10-20, поддержанный Акимом области Аманды Камбаталовым, станет одним из решений жилищного вопроса в регионе. Гульмира Тимиргалева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. В продолжение темы. Новые виды онлайн-услуг внедрил Жилстрой Сбербанк. У вкладчиков появилась возможность, не выходя из дома, открыть депозит, текущий счет и изменить реквизиты. Новшества коснулись и интернет-банкинга, в котором появилась функция перевода средств с текущего счета Жилстроя на свои карты других банков. Сообщили банкиры о необходимости менять номер телефона в реквизитах, если он изменился у вкладчика. Это важно для пользования интернет-банкингом. Также онлайн можно поменять сумму, срок и деление вклада, рассказали представители Жилстрой Сбербанка во время брифинга с журналистами. Услуга изменения условий вклада позволяет рассчитать оптимальный взнос на депозит, чтобы в период самоизоляции клиенты могли копить, исходя из своих возможностей. Опция деления вклада позволяет разделить сумму сбережений и снять только часть средств, при этом сохранив важные параметры депозита и возможность участия в программах банка в будущем. Большое дело. В Раймбекском районе в этом году намечено возведение свыше 83 коммунальных домов. Часть из них местные власти планируют сдать до конца нынешнего лета. Сейчас в райцентре возводят 33 коммунальных дома по трём типам. Площадь объектов по 80, 90 и 100 квадратных метров. На сегодняшний день строителями выполнено 75 процентов работ. Как говорят подрядчики, всё идёт согласно графику. Обещают завершить до конца августа. По словам местных властей, новоселье здесь отметят многодетные и малообеспеченные семьи, а также врачи, учителя и государственные служащие. Инженерная коммуникация, жилермен, су, жол, свет. На проведение инженерно-коммуникационных сетей, водоснабжения, освещения и дороги выделено 3 миллиарда 400 миллионов тенге. Мы постоянно следим за ходом работ. Они идут по графику. Ни одного дня не было простое. Строительных материалов достаточно. Дефицита нет. Материалы отечественного производства доставляются нам из Алматы и близлежащих к мегаполису районов. Согласно графику, идут работы и по возведению ряда социальных объектов. Так, в Нарнколе строится подсобное здание отдела районной полиции. В нём разместятся изолятор и тренажёрный зал. Появится в селе и новое здание районной прокуратуры. На строительство выделено 250 миллионов тенге. По планам сдача объекта намечена на начало июля. Общая площадь здания 650 квадратных метров. До конца июня мы постараемся сдать объект с полным благоустройством. Думаю, нам это удастся, так как отставания никаких нет. Всего в этом году в Раимбекском районе будут отремонтированы 32 социальных объекта. Благодаря проводимым работам 400 человек трудоустроятся. В трёх учреждениях образования идут работы по сейсмоусилению. В двух сёлах проведём питьевую воду. Также запланированы работы по благоустройству девяти домов селена Рынкол. Обновится в районе и дорожное полотно. Средний ремонт проведут на участках Кайнар, Кокпак, Тикес и Сарыжас, Харасас. В соответствии приведут почти 50 километров полотна. В этом году на территории Большого Алматинского канала появились новые орошаемые земли. Работа по очистке рычных систем и внутрихозяйственных каналов дала свои плоды. Теперь на 8,5 тысячах гектаров будут выращивать овощи и фрукты, рассказывает Айнур Мирханова. Большой Алматинский канал протяжённостью в 170 километров построили в 1983 году. Он стал одним из самых крупных гидротехнических сооружений в Казахстане. Большая его часть проходит по территории Алматинской области и орошает прилегающие земли. В прошлом году аграрии столкнулись с проблемой – нехватка поливной воды. «Специалисты водного хозяйства провели ремонт не только на внутрихозяйственных каналах, но и в местах, требующих ремонта самого Большого Алматинского канала. В частности, Таусугурский регион, расположенный на 131-м пикете. Здесь провели капитальную реконструкцию. Ведь этот канал обеспечивает живительной влагой 10 населённых пунктов с общей площадью 15 тысяч гектаров». Живительная влага Эмбиш-Казахский район обеспечивается из Бартыгайского водохранилища. 200 миллионов кубометров воды для орошения 59 тысяч гектаров земли поступают по Большому Алматинскому каналу. Для прохода воды в необходимом объёме провели комплексную работу. Приобрели специальную технику для ремонта аварийных участков и очистки внутрихозяйственных каналов. Это позволило не только сохранить, но и увеличить пассивные площади. «У меня 9 гектаров земель. И скажу так, эти каналы не чистили более 20 лет. И, наконец, нас услышали. За это я хочу всех поблагодарить. Теперь у нас не будет возникать проблем при поливе. Заниматься земледелием становится всё выгоднее и легче. Государство уделяет этому колоссальное внимание». Ведётся контроль за водохранилищем Бартыгай, объём которого составляет более 300 миллионов кубометров. Безопасность рукотворной плотины обеспечивается специальным водосбросом. В аварийных ситуациях вода туда направляется автоматически, не создавая угроз подтопления. Ради галочки. 60 государственных служащих Алматинской области привлечены к дисциплинарной ответственности. Причина – халатное отношение к профилактическим мероприятиям по устранению коррупционных рисков. «Без упора на качество проводимых работ, беззаконие не победить», утверждали представители антикоррупционной службы в ходе видеоконференции с регионами. Чтобы предотвратить подобные факты формальной деятельности, ответственными лицами будут внедрены инновационные методы. За коррупционные проступки госслужащие будут незамедлительно привлекаться к ответственности. По рекомендации проекта новостей жительства долгованных с этого года работа, все мероприятия, которые будут проводиться в госорганах и районах городах, будут проводиться с прямой трансляцией на социальные сети. Об этом уже соответствующее поручение, поручительное письмо ушло все госорганы. Потому что по нашей практике, по нашим анализам, все собрания, круглословые лекции, они оформляются формально и остаются только на бумажных носителях. А фактически эти мероприятия со 100% проводятся только 50%. Кроме этого, в последнее время нам показалось, что мы можем, все госорганы могут работать в формате онлайн. В связи с этим все начальники управления, департамент и акимий городов районах нашей области с этого года должны будут проводить онлайн прием граждан, чтобы люди с отдаленных сельских местностей не приезжали в областной центр, в район центра. С 1 июня в Казахстане возобновляют внутренние железнодорожные рейсы. Продажа билетов началась сегодня. К перевозкам имеется целый ряд санитарно-карантинных требований. О них на брифинге в СЦК рассказал главный государственный саморач на транспорте, садвокат Байгабулов. Вход в здание ЖД вокзалов будет осуществляться при наличии проездного билета и средств индивидуальной защиты. Для провожающих помещения доступ закрыт. Персонал поездных бригад в обязательном порядке должен носить медицинские маски и перчатки. Должны быть и необходимые санитарные и лекарственные средства. Ограничили также передвижение по вагонам для пассажиров. На территории вокзалов и в транспорте усилят дезинфекционный режим. Перед выездом в поездах будет проведена полная ревизия систем кондиционирования. Рассадка в пассажирских вагонах в зависимости от класса будет осуществляться по наличию билетов и посадочных мест. В дополнительных требованиях по рассадке через ограничивающие места не будут. Строго по билетам. Как в купе, так и в пласткартных вагонах, так и в пассажирских поездах Тальга. Здесь важно отметить, что вопросы контроля за матчным режимом, передвижением, недопущение искомпления в пассажирских поездах, в тамбурах, все это будет контролироваться проводниками. За ночь в Алматы выпала 25-процентная месячная норма осадков. В ночь на 15 мая в Южной столице зарегистрировано 21 случай локальных потоплений. 19 случаев падения деревьев, жертв и пострадавших нет. Все аварийно-спасательные службы города приведены в повышенную готовность. Было предотвращено потопление 15 частных жилых домов, где вода успела зайти во дворы. Причины потопления – низкая проходимость орычной сети и засорение мусором. Животным из российского цирка в Актау скоро нечего будет есть. Труппа из соседнего государства не может покинуть город из-за карантина. Артисты цирка просят помощи для своих животных. Чтобы прокормить зверей, они согласны на любую работу. Хищникам требуется около 20 килограммов мяса в день. Это почти 40 тысяч тенге. Запасов еды, которые сейчас есть у труппы, хватит только на неделю. Просить о помощи простых людей артисты не хотят, так как понимают, что сейчас многие в сложной ситуации. Обращаются к бизнесменам, которых, возможно, финансово не задело пандемия. Расплатиться с ними готовы благотворительными представлениями. Их дадут, как только закончится карантин. Мировая общественность в нынешнем году отметила 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Уже отгремели залпы орудий и победный салют. Но честность ветеранов, представителей государственных, военных и общественных структур намерены в течение всего года. Ведь до Большого Юбилея Победы в Алматинской области дожили всего 64 ветерана Алматинской области. Каждую весну Победы Николай Баранов встречается слезами на глазах. Вспоминает огненные годы войны и однополчан, с которыми прошагал всю линию фронта. Тогда, совсем еще юный 17-летний паренек, отбросив страх и риск, отправился на войну добровольцам. «Я вернусь живым», – твердо верил он. Пройдя 6-месячные курсы молодого бойца в Чувашии, был направлен в 796-й стрелковый полк, где воевал на 2-м Украинском фронте. В ходе ожесточенных битв был тяжело ранен в руку, но, несмотря ни на что, вернулся домой с Победой. Молодежи, что пожелать? Пожелать, чтобы мы верные не ем, надо говорить. Чтобы больше контакта с другими государствами, мы воевали тоже. После демобилизации Михаил работал на различных участках производства. Принимал активное участие в освоении целинных и залежных земель. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Германией за освоение целинных земель. И принимал активное участие в проектировании одного из красивейших городов страны – Талдыкургана. К брату сюда приехал. И вот они работали, вот как сейчас БТИ называется, разметка города, все. И вот они, Талдыкурган, вся вот эта разметка, тем более он же уже служил в картографическом отряде. Вот. И вот он занимался этим делом. А потом уже он работал в мелиорации, вот ирригационные все системы по области они делали все. А потом уже его пригласили вот в областной совет профсоюзов. И оттуда он ушел на пенсию. Нынешние защитники Отечества, военнослужащие войсковой части 48-386, свято чтят память тех ветеранов, которых уже, к сожалению, нет в живых. И считают святым долгом навещать живые легенды самой кровопролитной войны прошлого века. И хотя уже отгремели праздничные залпы и салюты, военнослужащие навещают ветеранов, чтобы оказать им моральную поддержку. Вот и в этот раз благодарность от командования гарнизона и небольшой презент. Хотя для Николая Баранова главное – патриотизм молодого поколения. Ведь именно любовь к родине, нашим отцам и дедам помогла противостоять армии фашистских захватчиков. Командованием войсковой части под командованием подполковника Нурбаева осуществлен объезд ветеранов. На сегодняшний день в городе Толдыкурган насчитывается 10 ветеранов вооруженных Великой Отечественной войны. Из них 9 мужчин, 1 женщина. Ежегодно, по данной славной традиции, нами осуществляется объезд. Ветеранов осуществляется всяческая помощь, как материально, так и физически. Всех ветеранов хотелось бы в первую очередь поздравить с величайшим праздником, пожелать им крепчайшего здоровья, чтобы они еще не один год прожили. Ну и всему народу Казахстана не забывать о славных подвигах наших героев, воинов. Несмотря на почетный возраст Михаил Баранов в здравом уме и твердой памяти, ветеран держит руку на пульсе событий в мире. Он искренне сочувствует семьям погибших от ужасной болезни и желает соотечественникам крепкого здоровья и только мирного неба над головой. Дамир Анитов, Жаслан Шенкенжи, телеканал ЖЦУ. Страны Евросоюза настаивают на постепенном открытии границ, прежде всего, чтобы спасти миллионы рабочих мест в индустрии туризма, которые сегодня переживают беспрецедентный кризис. Сектор туризма в ЕС – это более двух миллионов предприятий, в которых заняты свыше 12 миллионов человек. Но с учетом всех видов деятельности, зависящих от этой сферы, речь идет о более чем 27 миллионах рабочих мест и свыше 10% ВВП Евросоюза. По предварительным оценкам Европейской ассоциации туристических агентств и туроператоров из-за пандемии коронавируса, индустрия потеряет 30 миллиардов евро в первом квартале и 46 миллиардов евро во втором квартале текущего года. В ходе спецоперации в Италии полиция задержала около сотни предполагаемых членов мафии. Некоторых из них называют лидерами двух влиятельных кланов, сформировавшихся в Палермо и пытавшихся наладить свои дела в Милане. По версии правоохранительных органов, преступные группировки использовали пандемию и вызваны ее экономический кризис для расширения своего влияния и вербовки новых членов. Задержаны предъявлены обвинения по целому ряду статей. Майк Тайсон возвращается на ринг. 53-летняя звезда бокса назвал причины, по которым решил возобновить свою карьеру. «Сейчас я чувствую себя неудержимым», — говорит легендарный боксер. По словам Майка, он хочет вернуться на ринг для выставочных боев. Таким образом, легендарный боксер намерен собрать средства на благотворительность. Отмечается, что инициатива у Тайсона готова поддержать многие легенды бокса. Эвандер Холлифорд, Шеннен Брикс и Джеймс Тони. «Железный Майк» уже получил три предложения на миллион долларов. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова